Привет, давно не слышались. Вот смотрю я на контент по Destiny 2 на YouTube за последний месяц. Изучаю то, что делают другие авторы, у кого какой контент показывает себя лучше всего, какой контент мне самому интересно было бы смотреть, что в конце концов пишут в твиттерах сами ютуберы о своем контенте и о планах. И знаете, не могу не заметить складывающуюся картину стагнации. Не хочу говорить, что о, все плохо, снова, это видео не из этой серии, но и позитивным общее положение тоже назвать не могу, просто есть о чем поговорить, порассуждать. Захотелось поделиться с вами своими мыслями на эту тему в этом небольшом разговорнике. Давненько, кстати, я не выпускал эти ролики, в которых мы говорим не столько об игровом контенте, сколько о чем-то более персональном или о каких-то новостях окружающих. Так что, как и всегда, приглашаю вас присоединиться к обсуждению в комментариях. В первую очередь, меня эта тема, конечно, беспокоит как преданного игрока Destiny с многолетним стажем. Качественного и оригинального контента меньше выходит, а даже тот, что выходит, не всегда находит спрос. А во-вторых, беспокоит меня это и с точки зрения автора. Я привык смотреть на картину под другим углом, постоянно что-то анализируя для улучшения своего контента, многое начинаешь замечать у других. Где-то неделю назад я вас даже спрашивал в своем телеграм-канале о том, как бы вы описали состояние контента о Destiny 2 на YouTube. Многие сосредоточились на том контенте, которого им не хватает, именно в русскоязычном сегменте, но мне все же было интересно проверить, как зритель видит картину, которую я наблюдаю около месяца как автор. И знаете, я бы описал проблему так. У меня складывается впечатление, что сообщество оказалось в какой-то яме, выбираться из которой особо не спешит. Объясню, что я имею в виду. Вот в игре сейчас все относительно ок. Да, были критичные баги, были постоянные падения серверов, потом еще дидос-атаки на серверы эти были, которые тоже отразились безусловно на настроении игроков, но в сухом остатке сезон колдовства в порядке. Интересная история с ярким конфликтом, не самой душной активности, интересный подход к повествованию, новый рейд, опять-таки. Да даже в лаборатории Горнила режим интересный, впервые за... за всегда. Кажется, что играть в игру, но объективно приятно. Для тех редких игроков, кто сейчас не в лагере «Я устал от игры», вообще сплошное раздолье. Будь я на месте тех, кто играет в игру год или два, я бы точно был доволен разнообразием. Но мы заходим на YouTube, контента по игре как бы и нет, по большому счету, я имею в виду прям интересного и качественного. Это при том, что сообщество Destiny всегда было невероятно креативным, творческим, с разнообразным контентом, который создавался несмотря на все сложности и проблемы самой игры. Сейчас же контент сводится к конвейерным форматам. Читаем еженедельную статью от разработчиков, читаем патчноут, смотрим ассортимент Зура, ну и в лучшем случае, конечно же, берем рандомное оружие, пишем, что оно невероятно мощное на обложке, новая мета и все подобное. Я понимаю, что видео с разбором оружия, билдов, крафта или модов интересны большой части аудитории, в основном новичкам. Но в этом контенте не всегда есть что-то авторское, а потому и создавать его долгое время неинтересно и может быть изнурительно. Говорю об этом с максимальным пониманием вопроса, как говорится, сам там был. И вот как я сказал, я уже какое-то время смотрю за этой тенденцией и уже говорил в других видео о том, что меня самого это не устраивает, и я буду стараться, если и делать контент по Destiny, так делать его более развлекательным и в надежде на креативность. Да, это сложнее, да, это не ежедневные и даже не всегда еженедельные зачастую ролики, но от рутины на канале усталость есть. Уверен, что есть она и у топов ютюба. Кто-то говорит об этом также напрямую, и мне очень помогает слышать слова коллег, которые дают понять, что мы одинаково считываем ситуацию. Это как-то успокаивает что ли. Так вот и о ситуации с контентом сейчас. Я ходил себе на уме последние недели, а потом увидел, что в твиттере Сир Димитриус, автор очень качественного видеоконтента, прям вот всегда восхищался его продакшеном. Так вот, он написал в твиттере ровно те же вопросы. В комментариях можно было наблюдать обсуждение этой темы и понять, что есть общее ощущение, что контент уже не будет прежним. Почему? На мой взгляд, это последствия всей той бури хейта, что мы пережили в прошлом сезоне, когда напрямую каждый автор контента, в том числе и я сам, говорили о том, что игра мертва, что мы так больше не можем, и вот это вот всё. Кажется, этим мы, как говорится, перепрыгнули акулу. Имеется в виду, что это было время, когда все сказали, что хотели, что на душе было, признались в усталости, обратили внимание, что на эту усталость наслаивается сложное состояние самой игры, и если раньше авторы контента были способны вытащить игру из любого болота проблем, то сейчас на это нет сил и нет даже желания у некоторых. Теперь всё идёт по нисходящей. К самой игре требования снизились, по ощущениям, и декларировав тейк, игра умирает, все выдохнули и, наконец, расслабились. Хейтить и генерить трафик и просмотры на ненависти к игре и к студии уже нет смысла, мы высказались, получили реакцию студии, частично удовлетворительную, частично водянистую, и на креатив не хватает игрового контента и не хватает огня. Сколько такой период будет продолжаться, я думаю, до финальной формы и будет. Следующий сезон даст небольшой скачок по темам, конечно, на гайды, на обсуждение сюжета, но потом ситуация снова повторится, и вероятно, что спустя полгода после релиза самой финальной формы мы окажемся уже на крутом склоне, несущем нас от Destiny к чему-то новому. И это хорошо, это понятный и здоровый процесс в движении. Многие блогеры стараются разбавлять контент другими играми, я делаю это ещё не так активно, как того бы хотел, но это исключительно вызвано ограничениями по времени, всё же канал не основная моя работа. А вот крупные игроки, вроде Ацикроса, Фоллаута, Тру Вангарда, всё чаще выпускают видео по актуальным играм. У них видна разница в том, насколько такой контент хуже собирает, но я верю, что у ребят получится и желаю им удачи. Это тяжёлая работа, опять же, чувствую максимально. Говоря же за себя и за свой контент, я ощущаю примерно вот всё то же самое. Делать ролики о перках и билдах не то, чем бы я хотел заниматься сам. И я убеждён, что это не совсем то, чего ждёте от меня вы. Поправьте опять же в комментариях, если ошибаюсь. Я вижу падение числа подписчиков на фоне появления на канале видосов о других играх, и это тоже мне понятно, но насчёт форматов видео на тему вне Destiny, я всё ещё не пришёл к определённому решению. Рубить с плеча не хочется, делать видео о других играх назло тем, кто отписывается, тоже не хочется. Так что прошу пока не особо судить по вот этим видосам про другие игры, как о том, что будет дальше на канале появляться регулярно. Я пока сам не знаю, каким именно этот контент будет. Главным для меня остаётся всё же возможность создавать что-то интересное, развлекательное и с пространством на наше с вами общение. Сейчас я работаю над парой интересных, я надеюсь, роликов по Destiny 2. Они довольно объёмные и надеюсь, они вам понравятся. На них уходит больше времени, чем я бы ожидал, но я надеюсь, оно того стоит. Так что поддержите видос лайком, а канал подпиской на Бусти. Это важно. Такие вот мысли. Не знаю, замечали ли вы эту тенденцию или нет, беспокоит ли вас она так же, как беспокоит меня. И ещё раз повторюсь, она меня беспокоит даже не то, что о, ютюберы по Destiny больше не нужны. Я уже давно как-то не нахожусь в том ощущении, что Destiny то, без чего я жить совсем не смогу. Это просто естественное течение времени и мне важно просто услышать вас, замечаете ли вы это, относитесь ли вы к этому как к какому-то критерию того, в каком состоянии само сообщество, если активно его авторы и деятели не чувствуют того запала, который дарили нам все эти годы. Пишите в комментариях и спасибо за просмотр. Будем на связи. Пока. Пока.